в этом видео мы с вами рассмотрим полки или shelf элемент пользовательского интерфейса который позволяет нам хранить различные типы команды которые доступны у нас в вот этих вот полотнах огромных полотнах меню да мы можем их спокойно разместить размещать на наших полках что позволит нам быстро получать к ним доступ как мы видим каждая полка про каждой полке есть свое собственное название да то есть это рик анимация рендеринг fx и так далее также нас с вами есть кастом полка которая позволяет нам поместить на нее свои собственные команды какие-то да или же полки создаются различными внешними плагинами вот как вот меня здесь допустим это ювил я у тогда то есть программа которая предназначена для раскладки юв координат да то есть вот она создала свою собственную собственную полку потому что это вообще абсолютно внешнее приложение и так если вы работаете на маленьких мониторах да то есть название которого действенно с вами присутствуют его можно скрыть до для того чтобы получить пару пикселей рабочего пространства в нашем вьюпорте как же нам это сделать нам достаточно нажать на эту шестеренку и у нас с вами появляется иконка точнее менюшка которая позволяет нам выключить полностью эти полки да то есть мы с вами нажимаем шеф тапс что позволяет как мы видим у нас у меня появилось немного свободного места но мы сталкиваемся с проблемой той что мы не можем переключаться между различными полками да но как вы понимаете все гораздо просто это сделать достаточно навести вот на эти вот две горизонтальные полоски и здесь у нас с вами открывается полный список всех наших полок да и мы можем спокойно переключаться между ними да что в принципе довольно таки удобно и у нас с вами есть есть к ним доступ и так также мы с вами можем создать свою собственную полку да что для этого необходимо сделать для этого необходимо нажать на эту шестеренку зайти в shelf editor и у нас с вами откроется редактор полок да в котором мы с вами можем создавать свои собственные полки мы можем добавлять их можем двигать или добавлять свои собственные команды но и так далее мы можем их менять порядок вот используя вот эти вот клавиши можем поменять допустим полка кастом чтобы она у меня находилась в самом верху для этого мне необходимо выделить кастом и двигать соответственно ее вверх как видите здесь вот у меня перемещается мой кастом соответственно плюс в зависимости от того на какую полку я классно у меня отображается весь список команд которые присутствуют на этой полке что мы еще можем сделать да мы можем поменять название иконки название иконку ну и так далее да то есть различные различные элементы плюс во вкладочке команд у нас с вами присутствует mail команда непосредственно которая относится к тому что что происходит да то есть в данном случае это с эта команда создает нурпс все около да то есть нурпс круг который который состоит из обычных точек то есть мы получаем доступ непосредственно еще и к командам да так же самым мы с вами можем здесь писать свои собственные команды до впоследствии когда мы изучим mail и тогда закрываем эти shell да давайте создадим новую полку на как это делается для этого нам достаточно всего лишь нажать на иконку с плюсиком и ушел как мы видим у нас с вами сразу же появляется новая полка видите ее название до new shelf layout 2 поменяем присвоим ей какое-нибудь свое собственное значение в данном случае она будет называться май shell май шелл как мы видим нет никаких не команд ничего да то есть для этого мы нажимаем сэйф олл шеллс после этого нажимаем close на то есть она автоматически закрылась как мы видим май шелл появилась у меня на панели мою на панели полок если же вы думаете что достаточно зажать левая кнопка мышки и перетащить в какую-то либо из положений не получится дома я для этого не предназначена хотим поменять место расположения полки необходимо заходить шелф-эдитор и использовать вот эти вот две кнопки который позволяет нам двигать либо вперед либо назад итак я расположу и в самом конце нажму сэйф олл шелф и соответственно мне сразу закроется моё мой экран редакторов и так как нам поместить туда кнопки какие-то да то есть что нам на и для этого необходимо сделать допустим в процессе работы я часто создаю квадрат да ну или куб что для этого необходимо сделать для этого необходимо сделать create выбрать непосредственно наш куб полигон приметив и соответственно вот он наш куб но если я как же мне его поместить да то есть для этого нам необходимо зажать с вами control shift левую кнопку мышки и как вы видите сразу же появляется у меня кубик на моей полке теперь для того чтобы создать кубик в центре на не нет необходимости заходить create полигон куб да и создавать его нет мне достаточно всего лишь нажать на иконку и у меня автоматически появится в сцене мой кубик и так что если я хочу создать полку с какими-то дополнительными настройками вот здесь вот что для этого необходимо сделать для этого мне необходимо нажать control shift и нажать вот на этот значок как мы видим у меня появляется абсолютно такой же самый значок но при нажатии на него у меня всегда будет выскакивать меню с его дополнительными свойствами да то есть что позволит мне избежать опять же таки повторного захода в те же самые меню для того чтобы изменить какие-либо свойства допустим я очень часто создаю источники света опять же таки create lights и соответственно выбираем один из представленных источников света некоторые у вас могут быть отсутствовать потому что да возможно вера и вас не стоит на поэтому как бы на эти не обращаем внимание мы с вами будем работать только с дефолтными источниками света ну и конечно же мил тарой и так допустим мы хотим создать point light да что для этого необходимо сделать для этого необходимо зажать control shift левая кнопка мышки позволит нам создать источник света на нашей полке и эта комбинация клавиш работает для любой для любого меню которого нас с вами здесь представлена до достаточно зажать control shift и мы с вами сразу же отправим наш материал непосредственно на нашу полку теперь как нам удалить из полки какие-либо ненужные элементы до для этого необходимо зажать нажать правую кнопочку и соответственно нажать кнопочку дэлайт и вот так вот так вот все просто в случае если у вас полка будет очень-очень огромная вот как в одном из вот этих вот вариантов на когда вы видите во вкладке curve surface да то есть огромнейшее количество кнопок собрано да то есть то соответственно если у вас маленькое разрешение вы автоматически будете создавать такую прокрутку да то есть если нажмут на эти стрелочки видите у меня появляется прокрутка которая позволяет мне увидеть те действия которые уже есть на полке да но не не вмещаются из-за того что довольно таки маленькая маленькое разрешение да то есть как теперь нам допустим удалить нашу полку на то есть если мы допустим нам она не нужна да все очень просто нам достаточно зайти до в выделенные полки на колесико и у нас вами есть функция delayed shell да то есть он спросит вы действительно хотите удалить my shell да я скажу что да я действительно хочу ее удалить как мы видим что у нас с вами есть функция new shell не только из меню shell эдитар да но и непосредственно из контекстного меню от этого этого же этой шестеренки плюс мы с вами можем загрузить load shell да в данном случае если у нас есть своя собственная полочка да либо же из готовых пресетов уже в автодеска мая да вот допустим полка фур которая в предыдущих версиях была доступна по умолчанию в этих же в в версии 2016 ее необходимо загружать по новой да то есть самостоятельно но это в том случае если она вам нужна как вы видите по умолчанию она у нас с вами отсутствует но для этого для того чтобы загрузить достаточно всего лишь лод шелф и выбрать соответственно ту полку которая вам необходимо вот принципе пожалуй и все насчет наших полок идем дальше спасибо всем спасибо за просмотр!